Ну что, друзья, пришло время рассказать про наш хостел. Хостел называется Хани. Мед. Не знаю, почему так, но неважно. Короче, хостел себя представляет обычную 4-комнатную квартиру. Вот кухня. Вот обеденная зона. Так, дальше комната администратора. Там две комнаты, душ ванна и еще одна комната. Хостел расположен близко к центру. Все под рукой. Магазин на кабаке, рестораны. По вечерам здесь движуха. Много руиных бабов. Так что, в принципе, неплохой. Друзья, мы решили прокатиться по Дунаю. Выбрали для этого водный трамвайчик. Такой муниципальный вид транспорта. Входит он в двух направлениях, в северном и южном. И вы увидите много пристани по городу из букв КД. Так вот, билет стоит 750 форентов. Идет достаточно долго. Где-то в районе часа, наверное, можно проплыть. Ну и посмотреть Дунай. Красиво, круто. Всем рекомендуем. Так, друзья, мы находимся в верхней части города Будапешта, в районе Будда. И находимся в самом центре Будды, на площади Святой Троицы. На площади Святой Троицы находится собор Святого Матюши. Вот он, готическое здание. Так вот, вход на башню стоит 1500 форентов. Но для того, чтобы туда подняться, нужно дождаться, пока соберется группа. И вы толпу туда подниметесь. Мы решили не подниматься. Также можно отдельно посетить сам храм. Тоже 1500 форентов. И также можно посетить Рыбацкий бастион, который стоит 800 форентов. Но можно пойти под бастион. Там есть отдельная такая круглая бойница, где вход бесплатный. И можно также посмотреть все. Так что вот, такой вот расклад. И, кстати, что касается площади Святой Троицы. И по информации, которая вычисла в Редига, на этой площади снимались какие-то американские боевики. Замечательно в самом Красную площадь. Но мне кажется, что все это гонимо. Потому что, ну, вот эта вот площадь, сейчас посмотрите. Она совершенно не похожа на Красную. Хотя бы просто размерами. Ну, смешно. Итак, друзья, гуляя по южной части замка Пешта, мы нашли какой-то заброшенный, не туристический, совсем какой-то туннель. Вот, под стенами замка. Спустились на лифте, потом спустились еще по металлесочнице вниз, вниз, вниз. И вот, попали сюда. Вот такая вот красота. Туристов никого, вообще никого нету. Ни надписей, ни каких-то ограничительных линий, ничего нету. Просто вот, зашли, гуляем. Такая, так что, кому интересно, можете попробовать найти. Все прикольно, советую. Сидим тупим, рядом с парламентом, миштяк-то, че. Посидеть потупить, милое дело. Вот такие травмаки все. Мы в Будапеште на опен-эре музыкальном. Выступает первая группа, интим, горный иллегал, короче. Сами посмотрите, послушайте, очень круто лопают чуваки. Выступает первая группа, интим, горный иллегал, короче. Пятница вечер. И Будапешт тусит. Вот центральная площадь с кафедральным собором. И народ вокруг ее сидит, бухает, отдыхает. Только что были на концерте интим-торный иллегал. Здесь тоже какая-то сцена и какое-то техно. И что это? Хаос, не знаю. Какая-то электроника, короче, играет. Транс, да. В общем, в Будапеште весело. В пятницу, наверное, в субботу тоже. Так что, Будапешт крутой. Отдыхайте. Вещайте. Да. Кусовка в Ротовское, пятническое переместилось сюда, в Будапешт. Потому что такая же веселуха, такая же пьянка, такой же угар. Друзья, если вам все-таки не имется и хочется подняться на башню Рыбацкий гостион, то делайте это, когда стемнеет. Потому что здесь и народу меньше, и самое главное, ход свободный. Так что пойдемте. Здесь потрясающий вид здания парламента. Метро Будапеште. А, вагоны такие же, как у нас в Питере. Только еще хуже выглядящие. Так, еще пару слов о метро. Билет стоит 350 долларов. Ну, в принципе, можно не покупать. Если кто не проверяет, только на входе будут стоять мужики и проверять билеты. А так, как бы, никто по вагонам не ходит, не жарко. Но это на ваше смотрение. Так что вот. Вот мы снова посетили Руинный Паб. И снова мы в хорошем баре. Называется Лапто. Вот его вывеска. Очень советуем, очень весело. И работает, ну, наверное, до последнего клиента. Потому что все остальные в округе работают до 12. И там не так весело, как здесь. Паба. Так, адрес его. Адрес, адрес. Адрес, адрес. Вот, адрес, смотрите, короче, ниже. Сейчас я вам напишу. Ну, а так все круто, весело и душевно. Музыка, бармены, обстановка. И вообще все круто сделано. Так что посещайте Руинный Паб и Будапешта. И все будет у вас круто. Ну что, друзья. Вот мы и покидаем Будапешт. Были здесь 4 дня. Все было очень круто. Все понравилось. Я не первый раз в Будапеште, но я чувствую, что еще раз сюда приеду. Потому что здесь, ну, на самом деле, мне очень нравится. Так вот, парни, девчонки, езжайте в Будапешт. Здесь действительно, ну, хорошо, круто. Вам понравится, я уверен. Всем Будапешт, пацаны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!